День, дорогие друзья. Многие спрашивают, а что делать, если человек уже проиграл касационную инстанцию в судебном споре? И можно ли на этом ставить точку, забыть о своей правоте, если она действительно имеет место быть? И после этого, как говорится, махнуть на все рукой, принять поражение и, как говорится, на этом прекратить судебную борьбу. Дорогие друзья, бывает и так, но бывают и другие ситуации. Ведь если вы проиграли касационную инстанцию, то у вас есть несколько выходов, подходов и так далее. Это точно так же, как при оспаривании сделок. Если вы оспариваете сделку, то я всегда рекомендую использовать максимальный подход. Максимальный подход, то есть говорить и о ничтожности, если она имела место быть, и об оспаримости сделки, если есть основания, предусмотренные 166, 167, 168, вплоть до 180. И, конечно же, мы должны говорить и о том, что если все эти основания имели место быть, то можно говорить и о незаключенности. Если имело место какое-то несогласование и не было достигнуто соглашения по каким-то существенным элементам сделки. Вот когда мы об этом говорим, то, конечно же, здесь мы должны применить всю мощь закона. Но зачастую бывает так, что человек выдвигает какую-то одну позицию, один предмет, одно основание для защиты этого предмета. И потом, проигрывая вплоть до касационной инстанции, тогда остается следующий путь. Либо, понятное дело, я всегда рекомендую пройти вплоть до Верховного суда в обязательном порядке. Потому что Верховный суд это высшая судебная инстанция, которая способна разобраться во всех хитросплетениях, поскольку она дает разъяснение, она устанавливает судебную практику по всем вопросам. И вот когда мы об этом говорим, здесь есть еще несколько путей. Либо выйти с новым исковым требованием, к примеру, изменить предмет, изменить основание. Либо выйти в другую форму судебного производства, к примеру, доказывать наличие юридического факта, который опровергнет определенные доводы и уже оттуда подходить. Либо выходить в иную форму судопроизводства, к примеру, в административное производство, если есть к этому основание. То есть нужно анализировать, есть ли остались ли пути для того, чтобы изменить предмет, основание, выйти в другой вид производства, изменить форму подхода и так далее. То есть здесь, как бы, очень часто бывают случаи, когда были затронуты интересы третьих лиц данным судебным решением, которые о нем знали или не знали. Они могут выйти с новыми исковыми требованиями. И суд прямо об этом говорит, что это возможно. Поэтому, дорогие друзья, вот мы, когда об этом говорим, здесь всегда нужно анализировать, что можно сделать после проигрыша даже в кассации. Удачи вам в ваших делах. Если нужна практическая помощь, всегда обращайтесь. Будем рады помочь. Продолжение следует...